всем доброе утро решила с утра приготовить себе блинчики позавтракать штучки 3 себе сделаю сварю кофе такой будет у меня завтрак сделала себе тесто вот так слила его в бутылку и когда я еще раз захочу да может вечером приду с работы могу снова поджарить ну чтобы они были свежие горячие не проще удобно сделала в термомиксе хочу с вами просто поболтать те которые у меня уже смотрят да давно знают что я была в россии я только вернулась сегодня по правильному мне нужно выходить на работу первый день я работала уже вчера просто не было человека попросили выйти пораньше в общем хотел бы просто с вами поделиться потому что многие сейчас собираются уехать в отпуск у меня упали ехать в отпуск и насмотревших тут тик тока немецкого просто в шоке от того что происходит да в общем я тоже приехала тоже конечно смотрю тик ток и многие вещи конечно ну как я это вижу да это все неправда я конечно не знаю для чего это люди делают может быть что были просмотры может что были подписчики даже есть те каналы которые ю тубе есть и те которые просто сделали для себя и тик ток их очень много смотрят они тоже предупреждают типа чтобы русские не посещали россию воздержались да в краснодарский край не летели были здесь германии чтобы никуда не двигались я считаю что это неправильно это такой обман конечно я могу себе представить что эти люди тут вынесли эту информацию сами собрались и полетели просто-напросто вот за сколько времени сколько я была да там я не видела военных машин я не видела танков в германии я уже видела да я уже приехала я уже видела это в россии я не видела ну хотя вы знаете да что я улетела на самолете через турцию я летела но я была в москве потом я ехала целые сутки на поезде и ничего этого не видела может где-то это есть да то что в белгороде там взрывы это да это есть родственница у меня там но запугивать людей не нужно сами люди решают ехать им или не ехать или вот тоже смотрю немножко включу вытяжку смотрю что значит типа в турции ну как сказать не хотят не хотят людей принимать да на борт самолета типа покупайте еще билет потому что вы русские да ну вот такой бред просто стоит снимает женщину которая принимает билетики маленькие да он ее стоит снимает и в экране показывают ее его паспорт русский да и он вот это снимает и говорит чушь конечно она не понимает только это это ужасно просто что сами русские такое творят для меня это непонятно у меня тоже когда я собралась лететь да моя сестра мне задала вопрос ну типа ты не боишься лететь я говорю нет не боюсь я уже отпуск запланировала да и он у меня будет я собралась лететь я же паспорт сначала делала потом немецкие документы я делала можно было выехать вот и я слетала все было хорошо у меня там стоит видео как я летела я все записывала можете посмотреть те которые не видели да я сейчас вижу что меня русских сейчас больше стала смотреть чем смотрела немцы конечно же меня смотрят создавайте панику не делайте этого просто многим людям хотелось бы например в этом году полететь или поехать и когда ты смотришь тик ток и тебя так сильно пугают и ты уже не хочешь лететь не хочешь увидеться со своими родными это возможно да но страшновато ехать в украину ну так же люди собираются едут даже те которые на социале им не страшно они не боятся просто я хочу вам сказать не не смотрите то что показывают вернее даже не слушайте эти видео вы слушаете загружаете просто себя да ну страшновато ничего не могу сказать дорого тоже ничего не могу сказать это не дешево но видите это уже два года эта ситуация пошел уже третий год не знаю я конечно решать вам но то что показывают в тик токе очень много неправда просто скажу вот как я до возвращалась назад значит у меня был самолет ночью три часа где-то я приехала 12 часов ночи в аэропорт а я сдала сумку маленькая была у меня сумка с собой ну ручная кладь я стала в очередь там где обычно все проходят да у меня ничего такого не было ну чтобы у меня было там надо было декларировать и что-то там описывать мне ничего не было вот я сдала сумку и стала в эту очередь и когда я заходила уже как бы на проверку да ну обычно же там перед тем как ну уже на посадку да идти проверяют тебя просвечивают твои вещи ручную кладь и тебя просвечивают общупывают и я стала в очередь ну и мужчина один меня позвал такой довольно таки полненький такой на своем месте как говорится да подошел подозвал меня говорит вы куда летите я говорю дюссельдорф а сколько у вас денег так шепотом мне я не поняла сначала он не повторил говорит сколько у вас денег я ему сказала как раз ровно на такси вот это было у меня первый раз когда я летела в россию у меня были сумки и были деньги бы было все хорошо как бы да у меня никто не спросил сколько вы везете денег вот никто не спросил только вот этот вот мужчина который был от вечером ночью вот это он меня не проверял просто спросил я ему сказала у меня деньги на такси все ну вот так вот и там точно так же никто с меня ни денег не брал вот в москве вот по билету сколько было положено все это у меня как бы сразу было уплачено никаких денег я нигде лишних не платила единственное что хочу вам просто сказать те которые будут лететь попросите кто может сам вам оформить билет чтобы вы не шли не оплачивали в райзебюро потому что получается ну у людей с которыми я летела да они себе покупали через интернет уже мужчина это делает не первый раз мы с ним просто познакомилась вот и его билет такой же как и мой составлял мой был 1000 евро а его был 700 вот так вот конечно все это зависимо от того как человек будет еще возвращаться вот но они были сумками у них была ручная кладь вот в общем нужно на все это обращать внимание в райзебюро берут очень много с вас денег если есть такая возможность кто что кто-то эти вам может купить либо с россии кто-то сможет вам купить да тогда это вам будет намного дешевле я уже позавтракала такое было мне легкий легкий завтрак три блинчик кофе вот такая вот у нас погодка опять вчера было солнышко было вчера хорошая погода всем вам хорошего дня хорошего настроения всем пока